Итак, сегодняшний отрывок в главе Масаэй. Мы уже перешли к главе Масаэй. Масаэй – это как бы от слова «линсоа» – ездить, переходы, поездки. Мы знаем, что 42 перехода было у еврейского народа, пока они вышли из Египта и дошли в землю Израиля. 42 перехода – это было нелегко. И мы отсюда что учим? Что когда ты получаешь что-то ценное в жизни, оно не может быть просто так. Ты не можешь вот так вот просто на тебя свалилась и все. Об этом, кстати, будет сегодня, об этом сегодня будет Мишлей в 13 главе, что то, что легко пришло, то, что очень легко к человеку приходит, оно так же легко от него уходит. Мало этого, оно еще приносит ему часто неприятности, потому что все же в жизни уравновешено. И поэтому они действительно заработали. Они заработали то, что они получили, они заработали. Но они еще не вошли в землю Израиля. И сегодняшний отрывок как раз говорит нам о том, что сказал Бог Моше в степях Муава. То есть стоят они в степи Муава, видна река Ярден. Ярден, да, переводят. Вот если прочитать на иврите, как написано, она называется Ярден. На русском ее называют Ярдан почему-то. Ярданская долина, река Ярден. Какая эти мелодия слова? Не знаю. Ярдан. А, очень понятно. Юр Эдет, то, что спускается вниз. Она же любая река, она течет вниз. В телеграмме немая звуку, подсказывает мне кто-то. Надеюсь, что сейчас есть звук, да. Вот сейчас в телеграмме появился звук. Появился звук. Шалом, шалом, да. Вот, Юрий Сахно, спасибо. Так, есть звук, да. Вот, правильно, Дмитро. Латуха сразу же нашел этот отрывок, что сегодня мы его обсудим. Итак, значит, смотрите. Стали они возле реки Ярден. И сказал Бог Моше, скажи сынам Израиля, скажи им, что вы сейчас переходите Ярден и заходите в землю Кнаан. Унаследуйте эту землю и уберите все идолопоклонство, которое там есть. Все нужно уничтожить, стереть, убрать. И если они, вот те вот, которые живут в этой земле, они будут продолжать служить идолам, то их тоже надо уничтожить или надо выгнать. Или их надо выгнать, да. И получается, что, что, зачем их надо выгнать, сейчас мы узнаем. Унаследуете, а дальше опять напоминается, что вы унаследуете землю через гораль, через жребий по семям. То есть мы знаем вот эту вот очень интересную вещь, что уже мы ее проучили. И она очень важная такая, важный принцип, что у человека есть то, что называется наследство, наследственность, да, генетика. Один родился, у него две руки, две ноги, значит, и родился он в Коме АССР, да, или на Колыме. А другой родился Никвучич, он родился, нет рук, нет ног, но родился в Австралии. Теперь получается, что Никвучич родился в Австралии, его отправили в школу в Австралийскую. А тот, кто родился в Коме АССР с руками с ногами, его вообще в школу не отправили, не было там школы. Он там, медведи были, его родители там работали где-нибудь на точке какой-то далекой, геологами, да, и он вообще дома сидел. То есть эти вещи человек для себя не может предсказать. Это генетика, то есть какой он, какое у него там строение ума, строение тела, строение нервной системы. Но дальше начинается то, что называется гораль, жребий или мозаль. Мозаль это судьба, то, что идет мозолот, идет с неба. И здесь у каждого есть какой-то свой мозаль, как звезды стояли, звезды так стояли, звезды так стояли. И у каждого есть некая такая магистральная линия. В Талмуде много в этом спорят о судьбе человека, насколько она определяющий фактор во всем, что происходит. Самое вот такое, я сейчас не буду входить в эти очень долгие исследования, но, как бы, конечный вариант такой, что если у человека есть судьба, что он будет проливать кровь. То есть есть некая магистральная линия. Вот этот будет проливать кровь, а вот этот будет ученый, а вот этот будет художник, да. У него талант рисовать. Но дальше это выбор человека. Этот будет проливать кровь. Он может быть убийцей, маньяком, военным, этим хирургом. Он может быть шохитом, который режет животных. Он может быть мойлем, который делает обрезание и, значит, вводит в союз с Богом. То есть выбор у него очень широкий спектр, где он свой талант реализует. Но дальше, дальше мы переходим на третью, на третью стадию. То есть есть генетика, есть мозаль, судьба, а есть свобода выбора. Сказал им Бог, что уничтожить идолопоклонство. И дальше Бог говорит, прям сам конкретно говорит Всевышний через Маше Рабейна. Он говорит так, 55-й отрывок. А если вы не захватите этих жителей этой земли и не выгоните их перед вами, да, и будете вы тогда, будут они как колючки в ваших глазах, они будут вам постоянно, будут вам давать делать неприятности. И, значит, что? И то, что я должен был сделать им, а они за их идолопоклонство, и за их злые вот эти вот обычаи, когда они, помните, с Дома Амора, что они делали спутниками и так далее. То есть за то зло, которое они делали. Если вы их не изгоните, будете жить рядом с ними, вы научитесь делать такое же зло от них. И я тогда выгоню вас, говорит Всевышний. И вот тут, значит, наступает свобода выбора. То есть Всевышний дал им эту землю. Есть Мазаль, есть Генетика, есть они потом Теврама и Скака и Акова. И есть рядом злодеи, которые, эти злодеи за свое зло, они присуждены к истреблению через, значит, приказ, или их надо было выгнать, или надо было истребить. И теперь есть свобода выбора, выполнять приказ Бога или не выполнять. Если ты выполняешь приказ Всевышнего, то ситуация разворачивается в одну сторону. Если ты не выполняешь приказ Всевышнего, ситуация разворачивается в другую сторону. Всевышний знает все варианты, потому что все варианты он создавал, и он всем вариантом, то есть система, она работает как система. Всесильный это сумма всех векторов. И Всевышний, так как он создал систему, он и есть эта система, и он внутри этой системы, он дает энергию, и он дает человеку свободу выбора, то любой выбор человека, он его просто переводит с одной, как знаете, есть такая картинка, очень много путей, путей железнодорожных. И едет поезд, и куда стрелка переведется, он поедет дальше, туда, 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 он может ехать в 10 разных вариантах. Это свобода выбора человека. Значит, Всевышний предупредил, а там дальше сами решайте. Дальше Всевышний очень четко рассказывает границы земли Израиля до конца сегодняшнего отрывка. Он рассказывает прямо до подробности здесь история, рассказанной границы земли Израиля. Зачем тогда подробности рассказывать границы земли Израиля? Значит, земля Израиля имеет определенный особенный духовный статус, и есть заповеди, которые они выполняются только в земле Израиля. Очень важно знать, где граница, потому что вот ты стоишь на этом месте, вот со стороны границы ты должен массы разделять, а с той стороны уже не должен. Вот у тебя поле со стороны границы. Тут, значит, за границей одно, здесь другие законы. Здесь очень много связанных с сельскохозяйственных разных законов, связанных с землей Израиля. Есть такой великий был комментатор Рамбан, Рамбан, Раби Моше бен Рамбан бен Нахман, его звали. Есть Рамбан и есть Рамбан, который Рамбан, это из Испании. И вот он говорил такую вещь интересную, что заповеди, которые мы выполняем, заповеди Исторы, они были созданы для земли Израиля. И только в земле Израиля, значит, они действуют. А за границей мы тоже должны выполнять все эти заповеди. Но для чего? Потому что если мы не будем их выполнять за границей, то мы не будем, мы их потеряем, забудем, будем выполнять, не будем выполнять их в земле Израиля. Такое у него мнение. Есть доказательства этому мнению, что праотцы наши, они выполняли все заповеди еще до дарования Торы. А в Рамбан, как и Яков, они на духовном уровне, они понимали, видели, чувствовали, были пророки, не знаю, как это объяснить. Но они, говорит нам уст на Тора, что они выполняли все заповеди еще до дарования Торы. Теперь Яков женился на двух сестрах. А по Торе нельзя жениться на двух сестрах. Это преступление. Жениться на двух сестрах запрещено. Теперь что получается? Получается, а как же он женился? Ну, еще Тора не была дарована. Теперь, ну, он же соблюдал всю Тору. И говорит нам Рамбан как раз, вот этот вот, он приводит как доказательство, что за границей Тора не действует. Все, ну, то есть, эта система, она была, она как бы включается только в земле Израиля. Как только Яков зашел в землю Израиля, что с ним произошло? У него умерла жена. Вторая жена, он женился вначале на Лее, получилось потом на Рахеле, и она умерла. Да, можно сказать, приводится же абсолютно другая причина, что, когда Рахель украла, украла у своего отца идолы, и она их спрятала, и она не сказала Якову. Когда Лаван, отец Рахели догнал их, он Якову говорит, зачем ты украл моих идолов? Он говорит, я украл, ты на меня просто говоришь, ну, такую клевету, зачем мне твои идолы? Пусть тот, у кого найдутся идолы, пусть он умрет, сказал он, и он же не знал, что идолы у Рахели. Значит, опять же, на момент жизни человека действует, а можно я дать вот эту книжку, пожалуйста, да, это как раз она открыта на том месте. Мы вчера этот вопрос обсуждали с моим сыном про продолжительность жизни, и сегодня как раз в Каэлите нашел место, в котором об этом говорится. Третья глава в Экклезиасте, в Каэлите, она начинается, второй отрывок, что есть время рожать, есть время умирать, есть время насаживать, есть время выкорчевывать насаждение. И здесь написана, значит, такая вещь интересная. Тут написано, время рождаться, время умирать, там, когда умирают женщины во время рода, из-за чего, когда мужчины. И вот тут есть объяснение такое. С момента рождения уже наступает время смерти. В момент рождения предписывается, сколько лет человек проживет. Если заслуживает, проживает весь положенный ему срок, а если нет, укорачивают ему годы. Это мнение раби Акивы. То есть, давайте еще раз. В момент рождения уже отпущен на человеку срок, и если он заслуживает, то есть, он живет честно, правильно, по Торе, он проживает весь установленный срок. А если нет, он грешит, нарушает, укорачивает ему годы. Но если он раскаивается, делает раскаиваться, то ему возвращают к тому моменту, сколько ему было положено. Мудрецы считают, что если удостаивается, то ему прибавляют к годам его жизни. А если нет, не удостаивается, то не укорачивают. Мудрецы говорят, нет, ему есть срок, который он проживет в любом случае, хоть он грешит, хоть он не грешит. И, кстати, мнение мудрецов, обычно, когда идет большинство и один, мнение идет по мудрецам. И если взять их мнение, понятно, почему иногда злодеи живут очень долго. Потому что, когда человек рождается, неизвестно же, будет он злодей или нет. Мудрецы говорят, ему установлен какой-то срок, время прихода его души в этот мир. Теперь, если ему установили сто лет, а он там вообще был преступник, маньяк, убийца и так далее, мудрецы говорят, если удостаивается, то прибавляют. Если бы он был праведник, он бы жил 120 лет. Но если он злодей, он живет столько, сколько ему было отмерено. То есть, это говорят мудрецы, и закон идет как мудрецы. Потом, интересно, приводится случай, как-то раз у одного из знатных евреев в городе Ципори, это возле Твери, но это было в древности, значит, родился сын. И пришли мудрецы на обрезание. Отец ребенка, он им угощал их, давал им вино хорошее, и говорил им, пейте доброе вино, и уповаю я на Всевышнего, что смогу напоить им вас и на его свадьбе. Он говорит, вот, угощайтесь, и чтоб Всевышний благословил меня, чтобы я мог и на его свадьбе вас таким вином угощать. А мудрецы отвечали, как удостоился ты везти его в союз обрезания, удостоился везти его в мир изучения Торы и под хупу, то есть женить его. Вышел Раби Шимон, один из мудрецов, наружу и увидел ангела смерти. Спросил его, почему у тебя вид недовольный? Ответил он, ребенок, которого вы сегодня обрезали, согласно небесному приговору, должен был умереть в течение 30 дней. Но когда его отец, наливая вам вина, сказал упомянутое выше благословение, молитву, и мудрецы его подтвердили, они благословляли, то молитва была услышана и приговор был отменен. Тогда Раби Шимон сказал ему, заклинаю тебя, покажи мне мой приговор, сказал он ангел смерти. Ответил ему ангел смерти, ты, твои товарищи, мудрецы не в моей власти. Почему? Вы каждый день изучаете Тору и делаете заповеди, и делаете добрые дела. И Всевышний добавляет дни к сроку вашей жизни. То есть это, это то, что здесь написано, оно подтверждает точку зрения мудрецов, а не Раби Ативы. Они говорят так, что срок установлен, уменьшить нельзя, уменьшить невозможно, увеличить возможно. Это мнение мудрецов, и как бы есть в этом большая логика. Раби Атива говорит, нет, срок установлен, это максимальный срок, уменьшить можно, увеличить нельзя. Но Раби Атива, в чем в устной Тории есть такой закон? Что каждое мнение описывает какой-то из векторов, какой-то из законов Всевышнего. И Раби Атива, он тоже, очевидно, описал какую-то нам деталь, сейчас не будем в нее входить. Теперь, земля Израиля, это особое место. Каждый день года, это особое время. Каждый период, каждый праздник, это особое время. И то, что происходит с каждым из нас, это соединение личной генетики, да, у каждого есть своя генетика, предрасположенность, называемую так. Мазаль, это то, что в данный момент влияет с неба, судьба, то, что карма, называют это на востоке, да, это то, что было заложено предыдущими какими-то действиями и так далее. И третье, это свобода выбора. Всегда у тебя есть свобода выбора. Учить Тору, делать добрые дела. Написано, Митсдака спасает от смерти. Как это работает? В данное время мы не можем это точно, вот прямо в чистом виде проверить, потому что на сегодня очень сложно найти человека, который, если ты ему не дашь денежку, он умрет от голода. Раньше это было на каждом шагу. Раньше люди умирали от голода миллионами. И поэтому тут очень понятно, как работает, почему написано прям многократно в Мишле Тсдака спасает от смерти, Тсдака спасает от смерти, если ты даешь благотворительно, спасает от смерти. Потому что раньше это работало в чистом виде. Ты идешь по улице, вот так вот, раньше были эти улицы там в средние века, да, вот так вот лежат больные, нищие, какие-то старые, какие-то сироты, все вот так вот в повалку лежат, кричат, дайте кушать. И ты идешь, оп, на тебе кусок хлеба. Человек съел, ты его спас от смерти. Если бы ты ему сейчас хлеба не дал, он бы прям сейчас бы умер. Конечно, Тсдака, если ты спас кого-то, то это понятное дело, что ты создаешь предпосылку, чтобы Всевышний спас тебя. нам сегодня, вот как раз многие задают вопрос, а как правильно давать заку, как правильно помогать. Главное понять принцип, что та мера, которую ты меряешь, тебя отмеряют с неба. Все очень равновесно. Поэтому, если ты хочешь помощи от Всевышнего в финансовых делах, помогай другим зарабатывать. Если ты хочешь от Всевышнего помощи в здоровье, помогай другим выздоравливать. Если ты хочешь от Всевышнего помощи в духовном плане, помогают другим изучать Тору. Если ты хочешь вечную жизнь, помогают другим присоединиться к вечной жизни. То, чем мы занимаемся, это мы занимаемся распространением Торы, чтобы люди узнавали вообще, что есть Бог, что есть вечная жизнь, что есть заповеди. Мы изучаем сейчас самые великие тайны мироздания, чтобы было понятно. Вот кто недавно присоединился, чтобы было понятно. Просто есть такая интересная закономерность, что человек, который, если ты хочешь что-то спрятать, положено видное место. И многие думают, особенно из Израиля, молодежь, мы поедем искать мудрость в Индию, мы поедем искать мудрость на Тибет. Вся мудрость вот здесь она. В любой книжный магазин заходишь, полностью Тора. И это структура мира, это основа мира. Двенадцатая глава притчи, значит, выберем сейчас несколько отрывочков. Несколько отрывочков мы выберем. Ну, например, вот про семейные отношения, да. Значит, а, сегодня тринадцатая, тринадцатая глава, извиняюсь, тринадцатая глава, не двенадцатая, тринадцатая. И тринадцатая глава, она про воспитание. Про воспитание. Значит, первый отрывок здесь такой, что сын Хахам, мудрый сын, он слушает наставления отца, мусар Аф. Велец слуша магиара. Насмешник не слушает угрозы, насмешник не слушает... Насмешник не слушает угрозы, дословно, да. Как это работает? По отношению к Богу мы все, как сын Всевышний, он увещевающий отец, он дает нам увещевание, говорит, слушай, вот как мы недельную главу читали. Идолопоклонство уничтожь, всех выгони. Понятно? Понятно. Или они тебе так повредят, что потом придется выгонять тебя. Понятно? Понятно. Значит, сын Хахам, он выслушал мусар Аф, наставление отца. Ему понятно, он пошел с делом. Сын насмешник говорит, да ладно, ничего страшного, ой, вот это вот выгнать их, ну что они, клоуны эти, они там этим идолам служат, вообще смешно, вот эти вот персонажи. Лучше мы сейчас будем над ними смеяться и не выгоним их. Это он, как бы ему смешно все. Придется потом, потом мы знаем, что было. Потом действительно начали служить идолам и евреи, и их выгнали с земли Израиля. Первый храм был разрушен, одна из причин этого поклонства. Значит, дальше. Вот, одиннадцатый отрывок. Одиннадцатый отрывок. Он, ми эвель и мат, вековец, альят и арбе. Значит, богатство. Он это богатство такое, ну серьезное уже имущество. Ми эвель и мат, оно, которое через эвель, через быстроту, пустоту полученное, оно уменьшится, написано так. Вековец, альят, а тот, кто собирает через труд, оно умножится. Совсем недавно я работал с одной компанией, которая занималась там криптовалютой какие-то, они делали какие-то там, в общем, вот в этой вот иллюзорной метавселенной, они создавали какие-то иллюзорные коины и так далее. Я, как они заказали мне внутри сделать образовательное, как бы, университет для сотрудников, для их партнеров, чтобы они были более, достигали цели, умели выступать, там, и так далее. Такие soft skills. Я сделал им этот университет, два года они проработали, собрали 100 миллионов долларов с людей, которые хотели с их помощью быстро заработать. И вот они закрылись пока, они говорят, что сейчас они пере, там, у них что-то пере, как сказать, ну, трансформация какая-то внутренняя, что они откроются. Но пока выплаты все заморожены, деньги все заморожены и так далее. Это как раз иллюстрация этого отрывка, что имущество, которое эвель, эвель это как парк, как суета, как такая, что-то, ну, вот эвель, да, оно уменьшится. А тот, кто собирает через труд, такой, да, ковец, такой, муравей, оно умножится. И еще один отрывок мы сегодня выучим, 12-й. Тохелит мумушеха махалалет. Значит, надежда, длительная надежда, она болезнь сердца. Вец хаим таваба. И древо жизни, вожделение, которое, которое реализовалось. Значит, это чисто психологический отрывок, очень такой прям показывающий, как работает жизнь. Вот есть у человека какая-то надежда, которая, вот он хочет, и она от него не зависит. И он вот об этом хочет, мечтает и думает, и оно не зависит от него, да, он не может ничего здесь делать. Написано, что это как болезнь сердца. Почему это как болезнь сердца? Ты занимаешь свой процессор, ну, вот представьте, у вас есть компьютер, у вас есть процессор, в котором есть одна программа, которая сжирает очень много ресурса, и абсолютно эта программа вы ей не пользуетесь. Так вот, когда человек мечтает о чем-то несбыточном, которое, и он, мало того, что оно несбыточное, он еще ничего для этого не делает, то он просто сжирает свой мыслительный ресурс. Он сжирает свой мыслительный ресурс, и это называется махалалев, болезнь сердца, это не болезнь сердца, это сердце, это мышление. То есть, когда ты мечтаешь о том, что невозможно получить, и что ты это точно не получишь, и ты ничего для этого не делаешь, это болезнь мышления. Теперь, вецхаим, древо жизни, тава-ба. Тава – это желание, вожделение более такого животного уровня. Например, я хочу кофе. Оп, я хочу кофе, у меня есть тут чуть-чуть кофе. Слава Богу, древо жизни, дерево жизни, то есть, я присоединился к жизни, ученые описывают этот процесс, как выделение гормона удовольствия дофамин. Когда ты получаешь то, что ты хочешь, у тебя в этот момент наступает, как разрядка психологическая, ты рад, у тебя хорошо, дофамин, он улучшает память, дофамин улучшает мышление, дофамин дает уверенность в себе. То есть, царь Соломон, так как в Мишле он дает нам вот эти вот инструменты для построения счастливой, полноценной жизни, он говорит тоже об этом. Человек, который ставит маленькие реальные цели, у него есть список ту-ду, что он должен сегодня сделать, и он этот список просто делает, 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 молодец, молодец, сделал, сделал, сделал. И он понимает при этом, что каждое то, что он сделал, он за это благодарит Всевышнего, то это древо жизни. Он в этот момент оживает, в этот момент у него появляется уверенность в себе, благодарность Всевышнему. Поэтому нужно убрать все несбыточные цели, которые невозможны. Я, например, очень хочу вернуться в Киев, вот прям реально хочу вернуться в Киев, но в данный момент я не могу это сделать, я не буду хотеть то, что я не могу, потому что это мне очень, ну зачем, или едь, или не едь. Но когда ты хочешь то, что ты не можешь и не делаешь, это болезнь мышления. Когда ты хочешь то, что ты можешь достигнуть, и ты это делаешь, 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 это древо жизни. Все, дорогие друзья, поэтому очень классно учить по одной главе Мишлей в день, да, это получается одна глава, это 10-15 минут, и это такое счастье. Я сегодня, начало я сейчас с Божьей помощью, чтобы было в этот урок, как бы заслуга от этого урока, сила от этого урока, чтобы я в этом месяце смог закончить комментарий на Каэлит, на Экклезиаст, такой же как Мишлей. Очень хочу с Божьей помощью издать книгу, чтобы можно было изучать также Экклезиаст. Понятно, четко, чтобы был бот в Телеграме, бот очень... Я, например, учу Мишлей через бот, мне удобнее. Ты открываешь главу, читаешь, потом ты берешь отрывки, которые ты хочешь глубже посмотреть, ты вбиваешь комментарий на отрывок, нажал номер отрывка, тебе открывается этот отрывок с комментарием, потом ты берешь этот отрывок с комментарием и отсылаешь его тем людям, кому этот комментарий может помочь. Это я прям очень сегодня рассылал, и в канал наш рассылал, в Телеграм-канал, и вам тоже советую делать то же самое. Телеграм-бот Мишлей. Каждый день, 31 глава, каждый день месяца по одной главе читаете главу, выбираете те отрывки, которые вас заинтересовали, и их углубленно изучаете, и ими делитесь. Идеальный метод. Все, всем удачи и успехов. Всем удачи и успехов, чтобы Всевышний дал вам благословение во всех хороших делах, чтобы заслугу того, что вы изучаете Тору, помогаете Торе, помогаете другим людям, чтобы Всевышний дал вам все, что вы у него просите. И до завтра. Завтра в 10 утра встречаемся. Кто в Иерусалиме, сегодня будет урок по Мишлей, тренинг будет по Мишлей в Иерусалиме. Будет 25-го, следующий тренинг тоже в Иерусалиме. Так что, если вы живете в Израиле, или кто-то у вас живет в Израиле, то сообщайте. Все, всем удачи и успехов. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok